Протекающие потолки, плесень на стенах, забитая вентиляция и проводка, в которой даже электрикам сложно разобраться. Пять лет жители 13-го дома на улице Республиканской в Новосибирске пытаются добиться хотя бы поддерживающего ремонта от управляющей организации. Однако пока любую проблему коммунальщики решают пеной и изолентой. Тему продолжит Александр Попов. Ульяна Терентьевна уже и забыла, когда в квартире не текли потолки. Рассказывает, что когда была помоложе, сама обои клеила. Сейчас вся надежда на коммунальщиков. Правда, пока от них только дополнительные счета за бесполезный ремонт. Обои уже сейчас у меня силы нету клеить. Я говорю, а как с ремонтом-то? У меня груза силы уже нету никакой. У меня 93-й год идёт. Мы будем решать. Вот и решили. Принесли мне платить и всё. Говорит, что запенили стыки между стеновых плит, а потолок не трогали. Как бежала, так и бежит. Дом номер 13 уже в течение пяти лет ведёт борьбу с управляющей компанией. В ужасном состоянии подъезда электрика, но самая главная проблема – крыша. Если в прошлом году поступило пять обращений о затоплении квартир, то в этом году уже 12. За последние годы семья Конюховых уже и проводку меняла, и ремонт несколько раз делала, чтобы избавиться от плесени. У нас постоянно, когда идут дожди, лето, весна, ставит снег, осень. Течёт у нас всё вот по стенам, по стёклам, на пол. В ожидании ремонта кто на что гораст. И плёнку стелят и сливные конструкции изобретают. Козырёк у меня над кухней, и он весь уже сгнил, и вся вода у меня попадает на мой потолок. Здесь образуется большая лужа. И мне пришлось, чтобы ремонт каждый раз не делать, делать вот такие вот талисты из шифера, из подручных материалов, чтобы это всё остекало в отверстие вентиляции. Григорий, электрика по профессии, опасается, что с такой управляющей компанией, если не утонешь, то сгоришь. В электрощитках даже ему разобраться тяжело. Если с трещинами универсальное оружие пена, то с оголёнными проводами коммунальщики справляются изолентой. Это в каждом подъезде, на каждом этаже такое состояние. То есть это аварийное состояние, я думаю. И плюс в подвале там силовой кабель. Грунтовые воды поднимаются, и там это всё силовой кабель в воде. В управляющей компании уверяют, что официальных обращений по электрике нет, а крышу латают постоянно. У нас есть аварийная служба, у нас есть начальник ЖЭО, у нас есть мастера, которые конкретно, есть текущий ремонт, который выполняет эти работы. И если, не дай бог, там где-то что-то у кого-то начинает капать, то там приходят люди и всё пытаются устранять. Сказать, что что-то на этом доме не делается? Нет, делается всё. Справки, ах, все подписаны. Однако по поводу правомерности подписей о проделанной работе у старшей по дому есть сомнения. Сейчас в последнее время я им ничего не стала подписывать, потому что меня не устраивает так, как содержится наше общедомовое имущество. Они сделали проще, наша управляющая компания ПД «Восток». Просто стали ходить по собственникам квартиры и подписывать все документы. Хотя нельзя сказать, что управляющая компания бездействует, за свои деньги ПД «Восток» провели экспертизу и перенесли сроки ремонта кровли с 26-го года на 21-й. То есть до решения главной проблемы дома коммунальщикам надо всего лишь зиму простоять да дождливую весну продержаться. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС.